всем приятной жизни от шашлык и мы продолжаем играть в kingdom rush frontiers так а по апгрейдам у нас чего по апгрейдам нам осталось вот эти в принципе штуки апгрейдите все более-менее так чё будем пробовать еще раз этот уровень проходить на три звезды и не будем но он довольно долгий просто у меня в принципе все вышки а у нас там кто прошел когда магами играли а я даже не помню мы играли а мы играли магами в этот great в не в некромантовский а в обычный great мы играли магами может в некромантовский поиграть ну ладно давайте попробуем этот уровень сейчас пройти играя в магами в great некромантов но мне почему-то кажется что не получится хотя хз так ну ладно давайте тут запускать этот просто некромант он не настолько силен у него дэмэдж все 2585 для сравнения вот у этой башни уже 2953 то есть у него как бы дэмэдж как у обычного самого стрёмного 2 грейда но он поднимает этих дохлых как вы знаете то есть вот из них он поднимает как вы скелетов и их типа будет куча но в принципе логично предположить что если мы как бы этот мы как бы поднимем скелетов то это будет затормаживать в принципе наших соперников да эти скелеты и поэтому как бы они будут тормозится так ну ладно давайте сейчас пока в количестве пойдем вот конкретно так зря я кстати одного некраса построена было просто сначала кучу магов построить ну ладно в любом случае я думаю это как-нибудь работать должно все таки чудом следующую волну можно давай пожалуйста пошли вот хотя мне кажется все таки некромантами у нас не получится пройти но фиг знает они мне кажутся слабее с другой стороны вот видите куча скелетов тут когда у нас все будут некромантами везде будет куча скелетов да и соответственно вражи нам будет тяжело проходить ну как по моей логике это так должно работать инфорс тут пошел не ну пока на самом деле работает нормалек так ладно давайте сделаем так я сейчас поставлю везде этих и теперь ну где можно да не ну вот этого вот который под счетом с которыми у нас проблемки были видите смесли и очень даже ничего так смысле вот теперь я хочу заапгрейдить вот этого мага чтобы он начал стрелять по ну то есть первую очередь его чтоб он начал стрелять по вот этому вот чуваку который там значит идет сжигать эту чуб зиху потому что со скелетами то есть его как бы первого заапгрейдить да вот сейчас у нас жизнь кином тут накидают и нормалек 240 по моему вот с грейдом 240 он уже достреливает если я не ошибаюсь по моему я не ошибаюсь так ну да маги как видите стреляют вообще четко то есть тут проблем нет и замедляют они все дела и все вообще красивенько происходит так 240 делаем обрыв ну да если чем можно будет туда подкрепление как бы прислать и все нормально можно в принципе его и в некроманта поднять тогда уже наверняка никаких проблем не будет давайте наверно поднимем сразу в некроманта вон он тут стал поднимать скелетов из всяких трупов вот сейчас он тут начнет поднимать скелетов сразу на старте это же здорово все ну теперь с той стороны некрас есть давайте теперь с этой стороны усиливаться тоже а ведь сколько скелетов по на поднимал то есть это на самом деле проблемка да мне кажется некромантами будет интересно то есть это такой будет неоднозначный опыт хотя так ну ладно сейчас 300 на на калидуем и нормалек поднимаем еще ответе он стал пострелять по этой а и даже вот он сразу и уничтожил то есть даже как бы не успел никуда пойти этот чувак вот видите тут скелетики уже да то есть уже не так просто пройти если б не шли вот эти вот плевать или из дудочек то вообще все было бы и у нас поскольку они идут это немного напрягает так но я не знаю какого следующего колдуном давайте вот это давайте вот этого об ним вроде бы пока 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 работает этот самый ситуевина вообще если такая тактика с некрасами себя покажет ну хорошо то можно будет играть так говорится почаще ну то есть ну теперь наверно вот этого какого-нибудь заапгрейдим следующего да о летуны давайте вперед ну то есть летуны как вы понимаете не пролетят тут однозначно потому что маги против летунов ну как бы лучники магии против летунов мастер для так они оказываются из летунов тоже что ли поднимают но ответе и этот маг чё хорошо сделано он стреляет в первую очередь по этому говнюку то есть это правильно это так и должно быть да наверное все таки мы этими пройдем некромантами хотя хз на самом деле ну просто тут понимаете в чем бодяга основная будет как раз таки основная бодяга будет в том что некроманты за счет вот такого вот заспамленности скелетов которых они поднимают а вот кстати смотрите вот эти вот у нас проходили вот сейчас вот интересно как они будут справляться с этими зомбами но они в принципе поднимают скелетонов тоже вот эти вот у нас до проходили я это отчетливо помню что они проходили вот так давайте под 240 но сейчас посмотрим как это будет работать вот надеюсь что будет работать нормально по что вот когда их пойдет много блин чувака тебя надо как-то занять вот на бы ты отставал от своих зомбо чуваков этих и все и вот тебя угу носили ну пока естественно изи да пока и не так давайте еще сразу летунок вот тут объедем сразу некроманта все теперь нам быть наверно вот эту башню команды теперь подниму или вот эту вот эту вот и нормальдес о кстати вот чуваки на орлах они на самом деле могут представлять угрозу потому что орел без всадника начинает очень быстро лететь как быстро нормально вот вот здесь кстати этот самый какой-то трэш видите пошел блин они не но вот да вот эти вот чуваки некроманты их надо как-то проносить потому что это я не знаю давайте сейчас лед и закастуем я просто хочу все таки пройти эту игру на три звездочки поэтому ну его нафиг как говорится он из них кстати такие толстые скелеты пролетают да никто у нас не прошел это хорошо но тем не менее мы прокастовали лед что не очень хорошо ну ладно я думаю к тому времени когда у нас будет куча некрасов мы уже сможем как бы это мы уже сможем вот этих вот которые поднимают выносить ну как бы поднятых смысле выносить очень очень быстро а он из зомби второй раз он не поднимает чувака то есть как вы можете догадаться да поэтому ну давайте дальше в принципе пока никто не прошел ну вот эти конечно они идут очень уверенно о чем нас еще там есть у нас есть динамит я его кстати не испытывал будет испытать динамит а давайте вот испытаем на примере вот допустим вот здесь но динамит это вообще лажа пошел ты это такое ой я читаю куда-то к стану но она там копейки стоит а ну как это работает а это локальная заморозка все я понял такая локальная заморозка так тут ребят беда вот этот вот под щитом да вот на этой волне у нас кстати был прорыв и вот он сейчас у нас есть именно на этой волне и у меня не чем даже его ну то есть динамит это вообще фигня я не знаю ну блин ну какого хрена вот спрашиваются все они прошли отчет эта штука дает ой 21 жизнь она дает то есть мы можем еще и жизни а интересно нам три звездочки году допустим ну то есть все это вот единственные кто проходят на самом деле с ними проблема ну вот обратно я вернул 20 жизней допустим просто мне интересно дадут ли мне теперь три звезды за эту фигню за то что я вот так вот сделал вот интересно из этого кстати чувака кто поднимется скелет или или вообще какая-то ходила необычный большой большеватый скелет но это ерунда просто тут надо успевать следить за вот этими вот да и их немножко отделять от основного потока тогда как бы вообще проблем не будет то есть вот эти вот все которых они поднимают ну они будут далеко и не смогут поднимать так ладно в принципе давайте наверно тут расчистим тоже поставим колдуна поднимем короче надо следить за отделением так ну летуны естественно не пролетают кстати из них оказывается могут подниматься эти тоже то есть скелеты не ну на самом деле по большому счету тот факт что мы играем через скелетов он не особо так прям усиливает нас как-то или еще что то ну да играем опять через этих через лучников намекается обычные маги все-таки сильнее но по сути одинаково что и там и ты что и тут и там у нас был один и тот же прорыв на одних и тех же башнях вот поэтому как бы ну чё тут тактика этих магами нельзя сказать что она идеальная да тут вообще тактики идеальные получается нет мы и ракетницами играли и всем играли и как-то никак вопрос в том дадут ли мне сейчас три звезды или нет если мне сейчас не дадут три звезды то это будет конечно немного фейловое потому что ну как бы это трэш а если дадут три звезды тогда ну окей тогда я знаю как проходить уровни на три звезды здесь вот вот смотрите видите бежит вот этот в толпе чуваков и вот он сразу и апает в зомбов так вот его надо остановить хотя бы вот таким инфорс нам да и отделить от основной массы так тут надо успеть этого колдуна загрузить а все то есть вот тут то же самое мы делаем и все и это легко не но сейчас конечно дальше конечно уже проблемы нет за если б я за этим следил как бы я бы может быть и так прошел без потерь особых вот ответь и бегут а тут тут даже два и бежит от мы их как бы останавливаем чуть-чуть до 20 летах чтобы там поднять вот опять же вот так вот мы чутка останавливаем и все и дальше армию переваливают они там просто не успеют всех по поднимать там короче все вот и все как бы вопрос решен не ну тут у нас конечно овер скелетов уже много вот и тот же самый принцип кстати работает вот этими вот закрытыми так надо наверно тут как-то тоже вот с этими синими работает этот принцип их тоже надо тормозить тоже надо тормозить так ну тут вот там все там раздуки листов тут призываем этого чтобы он притормозил а это какая волна за 14 то есть еще будет есть резон еще тогда поди там насколько я помню последние волны проще эти так тем временем наверху тут тоже какой-то трэш идет инфорс так где еще мы можем башню в пиндюкаль да мы вроде бы уже везде в пиндюкале везде за апгрейдили да ладно да какого черта вы чё творите вы идиоты что ли мастер из мастер сколько прошло 18 да вы идиоты что за фигня сейчас только что было им понял за счет чего там они прошли блин ну это вообще не вот эти скелеты ребята не бесполезно отмекается когда я играл обычными магами там хотя бы все понятно было там у меня даже меньше прошло вот суммарно если посчитать я тут кастовал всякие касты да там я эти касты не кастовал и как бы все нормально было не может некромантов можно как-то там за обреживать 29 101 а что эта штука дает что-то там ауру какую-то да а вон аура это как выжигательная дима аура вот пошла короче толпа этих золняков вот этот вот и метеоритка овощи не дымажит практически этих вот надо притормаживать аля смотрите поднимается даже вот такой вот на конных на конном рыцаре видимо апгрейднутый некромант имеет возможность поднимать вот таких вот крутых чуваков да или что дед на это сколько у него отдых на это 350 жизни спешите а для сравнения у этого 480 у него броня да ну в принципе может быть а нет это сам он это на постоянке этот дед найт все я думал он поднимает а это такой сам он на постоянке ну сейчас посмотрим этот дед найт себя покажет но мне кажется опять будет прорыв и мы даже несмотря на то что прокастовали все там наши эти и те и ну да тут прорыв нереальный не короче некроманты вообще говно ребята я прокастовал огромную кучу заклинаний вообще весь свой инвентарь прокастовал и при этом мы просрали вот то есть как бы когда я играл обычными магами мы как бы при тех же прочих равных да мы при этом выиграли вот поэтому мне сейчас надо будет опять купить пару вот таких там но я не знаю жизни а вот пять жизней да чё у нас там локальная заморозка динамит вообще бесполезен я чисто куплю чтобы был вот заморозка тема лучше купить больше заморозок я вам советую да ну гемы мы получим это не проблема ладненько чё я тогда на этом этот выпуск заканчиваю конечно фейловый выпуск но что поделать вот все ребятки всем спасибо и всем пока